Дальний Восток В фестивале совместно с благотворительным фондом «Сохрани жизнь» организуют и художественную выставку рисунков детей с онкогематологическими заболеваниями. Подробнее о фестивале расскажем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Дмитрий Калугин и Максим Рындыч, организаторы творческого фестиваля «Погружение в искусство Дальнего Востока». Здравствуйте. Здравствуйте. И Светлана Горковенко, директор фонда «Сохрани жизнь», участник события. Здравствуйте. Добрый день. Поздравляю вас. Это интересное событие культурное. У нас фестивалей, слава богу, проходит достаточно. Так вот, чем отличается ваш фестиваль? Расскажите о нем. Нам интересны все подробности. Мы поздравляем прежде всего и весь город с тем, что у нас проходит много фестивалей. И наш фестиваль также впишется очень удачно, я думаю, в концепцию творчества во Владивостоке. Чем отличается? Он отличается прежде всего тем, что он для всех. То есть у нас могут принять участие абсолютно все творческие люди, которые есть у нас в городе. А это, насколько знаем, у нас их очень много. Это и певцы, и музыканты, инструменталисты, и поэты, и танцоры. Очень много всех разных возрастов причем. У нас нет такого, что какое-то ограничение по возрасту и так далее. Поэтому все абсолютно примут участие в нашем фестивале и, собственно говоря, надеемся, получат от этого удовольствие. Какой-то кастинг уже проходил все-таки или как это будет происходить? Понятно, что каждый, кто захочет, все равно мы не успеем его посмотреть, показать, потому что формат фестиваля подразумевает какой-то временной регламент. Расскажите, как проходила подготовка? Что нужно было сделать для того, чтобы попасть и стать участником фестиваля? Ну, мы рассматривали, конечно же, людей, мы просили присылать заявки, но какого-то супер жесткого отбора мы не делали, потому что кто знает, знаете, как темная лошадка. Кто-то себя не показал, например, в одном, но у нас на фестивале раскроется с новой силой. Поэтому мы всем даем шанс, и судья-зритель всегда у нас. Давайте чуть-чуть поподробнее разберем кинофестиваль по его составляющим, как он будет проходить, в каком все-таки формате, а их будет, я так понимаю, несколько, так как он будет всеобъемлющим, он охватывает практически все виды творческой деятельности Дальнего Востока. Расскажите нам об этом. Ну, прежде всего, небольшая ремарка не кинофестиваль, а просто фестиваль у нас творчества. И что охватывает? Охватывает очень многое. У нас на самом деле не только творческая часть, у нас будет около 50 мастеров ручной работы, хендмейт называется, то есть со всего Дальнего Востока, причем к нам приезжают. Даже с Хабаровска к нам едут мастера, будут мастер-классы, будет у нас выставка продажи этих изделий. Все они уникальны, потому что они делаются вот конкретно этими людьми. Можете посмотреть и, собственно говоря, приобрести их себе. Ну и, конечно же, подкрепиться тоже будет кое-что у нас там. То есть можно будет и вкусно поесть на фестивале? Можно будет вкусно, очень вкусно поесть, да. Максим, расскажите о площадках, где конкретно будут проходить основные события фестиваля? Основные события фестиваля будут проходить у нас, где все время проходил фестиваль в Рокс. Это на спортивной гавани, напротив океанариума Старого. Именно там вся площадка будет задействована под творческий фестиваль погружения в искусство Дальнего Востока. Цель как получается? То есть у нас будет основная сцена и будет поделена площадка на локации. Вот как-то так. Как долго будет лица фестиваль? Когда он начнется? Почему стоит на него прийти просто зрителям, например? В общем, мы вам должны сдать все пароли и явки сейчас, да? Да, смотрите. Значит, у нас это будет 22-23 сентября в эти выходные. С 11 мы начинаем и закончим в 9 часов вечера. То есть все это время на фестивале будет что-то происходить. Например, у нас будет воскресенье, будут рисовать художники. «Владивосток. Город будущего». Мы постараемся выбрать лучшие картины, хотя, как я уже говорил, лучших не бывает. У каждого свой вкус, и поэтому, естественно, все у нас, я думаю, останутся довольны. Также будет у нас выставка картин детей с онкогематологическими заболеваниями. Прямо здесь присутствует Светлана Горковенко, директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Вот, можно ей задать вопросы. Светлана, расскажите об этом событии. Да, очень приятно, и спасибо большое за то, что ребята пригласили наш фонд участвовать в таком замечательном фестивале. Это возможность фондам непосредственно нашим детям, которые находятся на длительном лечении в стенах больницы и не выходят, к сожалению, за пределы больницы. И им хочется побывать на таких мероприятиях, и они хотят вложить свою частичку, свои как-то эмоции. И как раз благодаря рисункам детей, которые будут представлены на данном мероприятии, фотографии также будут детей, которые рисовали рисунки, поможет показать городу, людям о том, что такие фестивали нужны, важны. Ну и, конечно, немножечко покажут о том, что есть все-таки, несмотря на то, что много веселья, есть все-таки проблема детской онкологии. Но мы хотим это всегда показывать, чтобы это было ни печально, ни грустно, а просто о том, что дети наши живут, творят. Они точно так же танцуют и поют, но в данный момент пока ограничены в таких возможностях, но они могут показать и проявить себя в творчестве, проявляя на холсте бумаги. Поэтому это очень хорошая возможность, и ребята объединили такой проект инклюзии, скажем так. И, насколько я понимаю, там будут еще и номера инклюзии в творческой программе, в концертной программе. Наши дети будут принимать именно в программе творчества художников. Тоже два дня будут представлены наши рисунки. Можно подойти, посмотреть, оценить. Нам было бы очень приятно получать обратную связь обязательно от таких мероприятий в целом. Поэтому можно, я думаю, еще есть время, и кто-то, может быть, захочет и примет участие. Обязательно приходите. Я думаю, что у нас будет очень хорошая погода во Владивостоке. Стоит прекрасное бабье лето. Мало того, что проходят мероприятия целых два дня, и суббота, и воскресенье с 11 до позднего вечера. Поэтому у каждого, мне кажется, будет возможность, даже если люди будут находиться где-то еще на дачах и так далее, можно вернуться и успеть посмотреть. Заехать по дороге, так сказать. Да, заехать по дороге, соприкоснуться, влиться в процесс вот этого творческого фестиваля. Я думаю, что он будет с каждым годом, я думаю, что он будет регулярно разрастаться, и будет больше приобщаться людей и фондов, и творческих людей, детей с неограниченными возможностями. Я их так называю. Поэтому ребята большие молодцы. Спасибо им за это, за эти возможности, которые они дают людям. Можно внести некое уточнение? Это будет формат аукциона? То есть можно будет как-то помочь? Можно будет помочь. Мы не стали бы проводить прям аукцион, но можно будет стоять наш куб для пожертвований. Конечно, люди могут оставить свои пожертвования нашим детям, либо отправить смс. Поэтому, конечно, здесь будет, скажем так, формат приобщения к творчеству и помощи. Это вот возможность еще помочь. Поэтому вот все очень многогранно, и это очень интересно таким образом. Мы уже не в одном мероприятии благотворительного фонда «Сохрани жизнь» участвуем. И всегда стараемся не кричать о том, что дайте денег, дайте еще что-то. А всегда это делать как-то более с таким тактом и вкусом. И тогда это еще лучше работает. Вот Светлана подтвердит. Мне кажется, это абсолютно верное решение. Да, конечно. Поэтому спасибо, ребята. Недавно у нас прошел великолепный, конечно, день мороженого. И, пользуясь случаем, я всех гостей и жителей Владивостока благодарю за то, что пришли, поддержали. И ребята нас тоже всегда во всех мероприятиях тем или иным способом поддерживают. Ну, а Дмитрий, конечно, своим вокалом радует наши концертные программы. Мощным вокалом. Мощным вокалом. А я хочу добавить, что все, конечно же, знают фонд «Сохрани жизнь». Я думаю, что с удовольствием присоединятся к программе фонда на фестивале, помогут, поучаствуют именно в благотворительной акции. И я также, Светлана, с вами соглашусь, что здорово, когда такие проекты проходят в рамках, например, таких фестивалей. Потому что люди, конечно, очень охотно всегда помогают деткам, в том числе детям из фонда «Сохрани жизнь». Да, а мы помогаем детям с онкологией. Просто некоторые бывают... Пока еще, если кто-то, да, не знает. Если кто-то, да. Так что приходите, помогайте. Это очень замечательно будет, если вы внесете свою лепту. А что за инклюзивная программа? Вот Светлана немножечко завесу тайны нам приоткрыла. Так что рассказывайте, наверное, уже. Ну, смотрите, у нас получается формат нашего именно фестиваля творческого. Это предоставление всем творческим людям в разном направлении. То есть это и актеры, и танцоры, и музыканты, художники, поэты, творческие мастера. Возможность показать себя. То есть это именно площадка для именно вас творческие. Поэтому на площадке будут не только дети с онкологией, а также примут участие уже всем полюбившие, известные танцоры с инклюзивными танцами. То есть это люди с ограниченными возможностями примут у нас участие со всего Приморского края. Со всего Дальнего Востока. Вот что самое интересное. Люди едут с Хабаровска, люди едут из нашего Приморского края. Вот я по себе вот так сужу, мне бы было лень. Просто, да, вот сесть и поехать на фестиваль. Через ваше время. В Хабаровск, например, да, я вот как-то, наверное, не поехал бы. А люди едут, и мастера хендмейд едут, и выступающие, творческие ребята из Находки, из Уссурийска, отовсюду. Ну что, честь и хвала им, и восхищение. А я думаю, что это как раз успех практически уже, что ребята заявились, и идея понравилась, и пришла по духу. И есть возможность любому и каждому, даже, мне кажется, кто начинает только пробовать себя в каком-то поприще творчества, то есть художественном, да, поэтическом, Максим сказал. Даже просто что-то своими руками кто-то что-то начинает делать, это как раз возможность. Оценить свой профессионализм, да, оценить на каком-то уровне, потому что я думаю, что амбициозные люди, они как раз на таких вот мероприятиях смотрят и понимают, к чему можно стремиться. Что да, вот тут вот мне немножечко не хватает одного или другого, мазка того или другого. А еще самое главное, здесь обмен опытом. Такие мероприятия дают возможность обменяться опытом, тем более приедут люди с Дальнего Востока. Познакомиться со всеми. Конечно, то есть хабаровские ребята приедут, пообщаются с Владивостокскими, какими-то идеями обменяются, какими-то возможностями, какими-то творческими умениями, знаниями, это же вообще здорово и классно. Может быть и возникнут новые арт-коллаборации, да, какие-то в связи с этим. Родное словечко, но тем не менее актуальное сегодня, поэтому я желаю вам таких последствий, да, скажем так, фестиваля, потому что, конечно, очень важно, что сегодня люди не боятся. Светлана, вы правильно сказали, для кого-то это там реализация себя, да, проверить себя на прочность даже, может быть, это люди пытаются, потому что ведь не так легко выйти на сцену и спеть, например, правда, Дмитрий? Или там попробовать себя даже, может быть, в рукоделе, не каждый решится, потому что, да, ты, может быть, сам оцениваешь свою работу очень высоко, а вот как оценят ее люди, и тем самым ты сможешь поработать над собой, исправить какие-то ошибки, вот это очень важно. Я так понимаю, это и была одна из причин создания этого фестиваля. Расскажите вообще, как возникла эта идея, почему, собственно, решили его организовать, ведь это достаточно серьезная масштабная работа. Серьезная масштабная работа, но вот мы идем на нее, потому что хотим и дальше взаимодействовать с творческими людьми, Приморье, Дальнего Востока, и вот вы правильно говорите, коллаборация, у нас уже организованы коллаборации, У нас, например, вот песня, гимн фонда «Сохрани жизнь», кто называется «Доброта», мы ее исполним с детским хором. Светлана, это был для вас сюрприз, вот, примите его сейчас, да. Вот, с детским хором мы исполним эту песню, более того, разные другие люди придут и будут пробовать себя, как-то они уже между собой списываются, что-то делают. То есть, это такая площадка для творчества, получается, у нас. Даже, знаете, когда организовываешь какие-то мероприятия, иногда сам не знаешь, что из этого получится. И здесь мы не думали, что люди будут между собой списываться, созваниваться, чтобы сделать какие-то новые проекты. Прямо у нас на фестивале. Вот, а оно так происходит, и мы этому безумно рады. Я хочу сказать, что да, еще раз, ребята молодцы, потому что они дают возможность, толчок для творческого развития. Ну, порой люди, ну, поют, либо рисуют, да. Ну, вот рисуют себе и немножечко, как я говорю, стагнация происходит в неком своем формате. А тут ребята дают возможность посмотреть по сторонам, взглянуть и расширить свой кругозор, и дать толчок своему творческому, скажем так, какому-то порыву, который где-то лежит внутри и, возможно, спит. Они просто разбудили, и это вот как раз и есть основная, мне кажется, идея, причина. Я просто помню, как у ребят это зарождалось, и оно вышло совершенно другой формат, о котором раньше ребята мне говорили и делились о том, что они хотят. Конечно, это все происходит не сразу, все эти идеи, а какие-то обстоятельства наталкивают на те или иные мысли. И здорово, что все так получается. Я уверена, что в конце, когда мы будем после рассказывать об этом мероприятии, оно немножечко даже будет в другом формате, и рассказ будет в другом формате. И как мы даже планировали, потому что все мероприятия – это живое организм. И он, как он себя поведет, это все зависит, конечно, от харизмы самих ребят, а о них она, ого, какая я стою между двумя ими, всегда вот прям меня штормит. Чувствуешь, да, все это, историю. Поэтому я думаю, что будет, приходите просто почувствовать эту энергетику, творчество и закружиться в круговороте всего этого процесса. Это, я думаю, будет очень здорово и мощно, поэтому… Я думаю, что после небольшой паузы ребята поделятся опытом организации такого мероприятия, раскроют некие секреты, да, как это сделать, потому что работа проделана очень масштабная. Давайте сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Участников, я так понимаю, будет немало. Можно хотя бы приблизительно узнать, сколько, или же это сейчас невозможно сказать, озвучить эту цифру, как у вас все это происходит на данный момент? Вы задаете вопрос, и я получаю от него удовольствие, потому что участников действительно много, и точно сказать уже, конечно, не получится. Прямо сейчас, вот в эту самую минуту, прибавляются, прибавляются, еще приходят письма, еще. Вот я уже сказал, что со всего края едут к нам участники, и будут новые интересные задумки, будут новые интересные фишки. Все это сделаем. И главное, разные виды творчества, даже порой самые необычные, все это у нас на фестивале. То есть, как минута славы даже такая некая, да? Да, да, именно, вот вы правильно охарактеризовали, именно вот как минута славы. А я думаю, после выхода эфира еще увидят руководители тех или иных творческих коллективов и захотят принять участие. И это можно сделать, да, насколько я могу? Это можно сделать? Можно сделать, да. Найдите компанию «Живи ярче» и присылайте туда заявки, так сказать, все будет у нас хорошо. А если даже вы не успеете, ну, приходите прямо к нам на фестиваль, мы договоримся. Приходите прямо с гитарой и исполните песню. А я хотела бы все-таки озвучить, что ребята, Максим Рындович и Дмитрий Калогин, они являются представителями продюсерского центра «Живи ярче». Потому что, ну, я бы хотела бы как-то это отметить, потому что «Живи ярче» очень плотно взаимодействует с фондом «Сохрани жизнь», но и, в принципе, с другими благотворительными проектами. И не только. Ребята очень хорошие профессионалы своего дела, делают великие, хорошие проекты. И не только. Поэтому обращайтесь к ребятам, задавайте какие-то вопросы. Это можно найти, как Дима сказал, на сайте. Либо можно позвонить даже мне, я вас перенаправлю. Телефон Светланы Горковенко есть у всех, поэтому, да, звоните. А я вот сейчас как раз хочу воспользоваться случаем, советом Светланы, и как раз попросить ребят немножко поделиться опытом организации таких масштабных событий, как фестиваль, о котором мы сегодня говорим. Насколько это сложно и сколько приблизительно времени на это требуется? И действительно ли у всех это может получиться или же нет? Какими качествами нужно обладать, чтобы суметь организовать такое событие? Максим? Ну, полностью мы не будем открывать все секреты. Ну, конечно. Организация, да. Ну, минимум, это нужно полтора месяца для, особенно если вы начинающие, то берите, ну, полгода, год, это точно. Вот. То есть на это нужно обязательно какой-то опыт, какое-то отношение, что с другими творческими людьми. Единственное, приоткрою маленький еще такой секрет. Участники, те, которые примут участие именно на фестивале, творческие люди, так как правильно Светлана сказала, то, что мы продюсерский центр «Живи ярче», и основное у нас направление именно помощь в реализации творческим людям, то те творческие люди, которые будут более яркие, да, то мы будем, конечно, приглашать на другие свои проекты, которые уже в ближайшее время еще будут. То есть таким образом будут продюсировать, развивать этих людей, пытаться их показывать людям, раскрывать их таланты. Поэтому, ребята, это такой небольшой задел на будущее и развитие, я думаю, всего Дальнего Востока творчества в целом. Поэтому давайте пожелаем удачи, чтобы все сложилось и получилось. Я уверена, что будет все однозначно хорошо. Опять же, приглашаю всех посмотреть. Кто-то приходит с открытой душой и с чистым сердцем смотреть на такие мероприятия, кто-то не очень. Мы приглашаем всех, потому что критика это тоже имеет место быть, и мы готовы получать обратную связь. Почему говорю мы? Потому что я тоже организовываю мероприятия, и мне очень интересно получать опыт, и приходить смотреть на подобные фестивали и так далее. И мне кажется, каждый может попробовать себя, самое главное, не бояться. Я сейчас слушаю Светлану и понимаю, что есть только один совет для организации мероприятий. Нужно любить людей. Нужно хотеть с ними взаимодействовать. Нужно пытаться, хотеть помочь им. И тогда все получится. Вот Светлана тому самый яркий пример, мне кажется. Спасибо. Я думаю, что все мы вместе, потому что одна я вообще ничего не могу делать, только благодаря команде и отзывчивым людям. И этому примеры всех тех мероприятий, которые получаются, ну, какой-то, понятно, более лучше, какой-то менее, не суть. Суть в том, что люди уходят с мероприятий, с позитивом и с каким-то толчком эмоциональным. Поэтому, а для творческих людей, они, на самом деле, очень ранимые, очень впечатлительные. И людям это надо. Нужно, во-первых, свои таланты показывать, иначе закисают, как я там скажу. Конечно, нет реализации. Нет реализации. Поэтому на таких мероприятиях есть возможность отработать где-то технику, выступления на публике. Даже сейчас, давая вам интервью, мы тоже переживаем и тоже как-то нервничаем. Это тоже опыт. Поэтому огромное всем спасибо СМИ, так как поддерживают и дают возможность дать информацию, донести до людей о всех мероприятиях и о фестивале, который, напомним, пройдет уже в эти выходные, в субботу и воскресенье с 11 и до позднего вечера, часов до 9, это точно будет. Поэтому приглашаем всех... На спортивные набережные. На спортивные набережные, да, правильно. Мы, кстати, можем много говорить о том, что нужно развивать творчество, развивать еще что-то, развивать там музыку. Но когда нет конкретного фестиваля, когда нет конкретного вот дедлайна такого, ты выступаешь сегодня. Вот приходи и спой. Тогда люди ничего не будут делать. А вот мы им даем сейчас, говорим, у нас 22 будет фестиваль. Экстремальные условия. Ну, не экстремальные, мы говорим, приезжай, спойно. И зона комфорта. И все, они сразу мобилизуются, сразу все начинает делаться, куча записей уже скидывают, и все. То есть важно вот это, сделать как бы человеку задел. Ты нужен. И вот наш фестиваль именно и говорит, вы нужны нам, творческие люди. Надеемся, мы вам тоже нужны. А возрастных ограничений я вот не спросила. У вас, я так понимаю, тоже нет? Никаких. Никаких. Вот у нас, кстати, сейчас на голосе, вы слышали, Олег Пастухов. Да, да, да. Да, вот он сейчас вышел. Голос 60+. Если есть желающие, 60+, 50+, 80+, тоже всех ждем. Приходите и реализуйте свой талант, если еще до этого его не реализовали. Можно сейчас на таком фестивале отработать, попробовать себя, а потом уже поехать в голос на уже более масштабные мероприятия. Поэтому это такая небольшая ступенька для того, чтобы наши дальневосточные творческие люди, причем, еще раз повторюсь, о том, что это могут быть абсолютно любые. Это и художники, и поэты, и люди, которые делают что-то своими руками. Изделия просто бесподобные бывают, настолько высокого уровня. Просто те люди, которые делают эти изделия, они могут делать. Но о себе рассказывать, давать некую рекламу, да, они не могут. Не у всех есть талант к этому, совершенно согласны. Поэтому как раз ребята, продюсерский центр «Живи ярче» и дает эту возможность и делает, скажем так, пиар таким людям за них. Поэтому молодцы ребята, спасибо им огромное за то, что делают свое дело. Спасибо большое, я с вами абсолютно соглашусь. Это здорово, что вы открываете новые возможности для жителей Дальнего Востока, не только нашего города и даже края. Последний вопрос, к сожалению, пора уже практически заканчивать нашу программу. Я так понимаю, что вы уже говорили, это даже, что фестиваль планируете сделать регулярным, ежегодным. Да, это будет ежегодный фестиваль, именно который сейчас стартует. Это стартап такой. И на следующий год, если получится, мы сделаем его сразу параллельно в нескольких городах Дальнего Востока. Даже так. Флешмоб некий. Здорово. Ну что ж, я желаю вам удачи, желаю, чтобы все совершилось. Если даже он немножечко изменит формат, да, как вы сказали, может быть, все не получится так, как вы планировали, но тем не менее, как раз эта ситуация, наверное, и подскажет вам тот путь, в котором следует двигаться дальше. Мы хотим, чтобы так получилось. Более того. Чтобы получилось не так, да, как мы хотим, потому что всегда жизнь подкидывает какие-то новые ситуации, которые идут только в позитивном ключе. Все, что не делается, все к лучшему. Наш девиз. Да, и последнее пожелание. Дмитрий сказал очень правильную вещь. Мне кажется, нужно любить людей. Так вот, я желаю вам хороших людей, добрых и позитивных эмоций и максимум пользы от фестиваля, который вы организовываете. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Удачи. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова